Большое горе в семье Наташи Королёвой Как известно, в начале октября прошлого года власти Украины запретили Наташи Королёвой въезд в страну сроком на 5 лет. Стоит напомнить, что певица родилась в Киеве и до 16 лет там росла и училась. Осенью она написала в своём микроблоге гневный пост, поскольку планировала отдать концерт для украинцев, но её планам не суждено было сбыться. Все билеты были раскуплены, без реклам и афиш. Я хотела объявить дополнительный концерт, и тут всё началось. С формулировкой «Сопретить въезд гражданки Российской Федерации Паривай-Энт как человеку своим творчеством, предоставляющему угрозу для украинского государства». Я за 25 лет творческой деятельности много не певицы, где их не читала в свой адрес. Но чтобы песни «Маленькая стона», «Киевский мальчик», «Ласточка» в свой мир предоставляли угрозу, Киев для меня не просто родной город. Киев – это моя душа. А самое главное и важное – Киев – это люди. Добрые, вертеприимные, мудрые. Простите меня, мои тюрьки. Я хотела приехать концертом для вас, с добром и с миром. Это непростое время для Украины. Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна перед продажными, лживыми и трусливыми людишками, которые за моей спиной подло и гадко осудили, приговорили и разлучили нас с вами на долгие пять лет. Но больше всего артистка переживала из-за своих родственников, которые живут в Украине, и особенно обожаемой ею бабушки. Когда пожилая женщина узнала, что внучки запретили приезжать на родину, то сильно из-за этого расстроилась. У нее ухудшилось здоровье. Бабушка даже хотела переехать в Москву. Но 94-летняя женщина не смогла бы выдержать такой долгий путь. А сегодня Наталья рассказала о страшном горе, которое случилось у нее в семье. Сегодня в Киеве умерла моя бабушка, а я не могу прилететь ее похоронить. Что чувствует, сейчас сидится, страшно себе представить. Поклонники пишут активские слова о соболезнованиях и утешения, чтобы хоть как-то поддержать Наташу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!